Вот в Москве в 80-е годы был такой клуб, назывался Клуб Любителей Медленной Музыки. Ты понимаешь почему? Потому что даже многие любители классики, они иногда пересиживают медленную часть сценарии, чтобы она закончилась, чтобы пришла веселая ронда, и там можно подпрыгнуть мысленно. То есть люди, которые любят больше быстрые темпы, аллегра, престо и так далее. А когда медленные, не все и не всегда знают, как это слушать. Знаешь, я совершенно наоборот. У меня был однажды такой замечательный совершенно опыт. Я делал программу совместно с современным балетом, и там в виде музыки использовалось две медленные части концерта в Моцарте. Сначала вот это. Моцарте 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 Знаешь, что Альфред Эйнштейн, Альфред, не Альберт, не путать, исследователь творчества Моцарта, сказал об этой части, что это первые птицы смерти в музыке у Моцарта. Знаешь, первые птицы смерти. Да, там есть такая, на такой момент. А после этого шла вот эта часть. Так вот, когда одна за второй шли две медленные части, что практически никогда не бывает в концертной практике, такое удовольствие я редко получал. Я бы тоже получал удовольствие, но здесь-то попроще, потому что это настолько прекрасные мелодии, настолько совершенные, что невозможно устать, слушая такую музыку. Да, даже вот эта вторая часть, вторая мелодия, которую сыграл, ее в народе прозвали Эльвира Мадиган, потому что весь концерт теперь назвали Эльвира Мадиган, потому что в этом знаменитом фильме это и была мелодия любви. То есть Моцарт оказался современным для современного кинематографа и не нашли лучшей мелодии любви, чем вот эта фа-мажорная тема. Знаешь, я сегодня хотел бы сыграть тебе мой любимый актер Шопена. Я согласен с удовольствием, послушаю, но при одном условии, что сначала я хочу сыграть с тобой Моцарта, потому что, ты знаешь, что говорят о том, что Шопен это Моцарт в следующем поколении, что если бы Моцарт дожил до времен Шопена, он писал бы так же, как Шопен. И это не мнение одного человека, это мнение многих слушателей. Давай попробуем сыграть Моцарта, а потом Шопена. Ну, давай посмотрим, как они взаимодействуют друг с другом. Еще здесь, ну, начинается это все с достаточно постаральной, красивой темы, потом вдруг неожиданно, как это часто у Моцарта, музыка драматизируется, становится напряженной, необычайно красиво напряженной. А в конце, как это часто у Моцарта, появляется образ смерти. Почти всегда. Да, почти всегда. Но здесь этот образ смерти заступает в виде обреченности времени, часов. То есть часы привели сюда. И вдруг какой-то ужас от осознания, что все. И вдруг Моцарт находит в себе опять силой и говорит, нет, нет, успокойся, милый друг, успокойся. Сними из себя напряжение, улыбнись. Я вообще мало даже у Моцарта вижу такого, когда вдруг совершенно в конце части неожиданно. Пам-па-па-па-па-па-па-па. У меня, у тебя проходит эта тема. И вдруг, нет, 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 это настолько глубоко. Давай поиграем сначала Моцарта, а потом Шопена. Итак, мы играем анданте-сестенута, то есть спокойно, сдержанно, в переводе с итальянского, из сонаты Моцарта до мажор. Все любители глубокой, тонкой, медленной музыки, пожалуйста, особое внимание. Вот, слышите. Моцарта до мажор. 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 Моцарта. Моцарта до мажор. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Слушайте, какое чудо, а? Очень интересно. Модуляция Чайковского, ведущая к раскрепощению вот этой тональностью рэби-боль-мажор у Шопена, который дышит полной грудью. Вот когда ты там играл в верхнем регистре, вот этими с секстами, да? У меня было... Всё, величайшее дыхание. Есть два композитора, которые обладают лечебным свойством помочь любому, у кого проблемы с дыханием. Это Григ. Да, Григ тоже. Он раскрывает все окна в норвежскую природу, да? Да, Шопен. И Шопен, который раскрывает альвеолы. Поэтому я думаю, что недалеко тот час, когда врачи будут прописывать не только медицинские лекарства, химические, но будут прописывать рэби-боль-мажор на Тюрн Шопена для дыхания, для состояния, против депрессии. Потому что они побеждали смерть. Им дана трагедия, болезни, несчастье. Им дана сила из этого всего выходить. Меня ругают за то, что я всё время говорю вот это, 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 самое великое, самое прекрасное. Я уже сдерживаюсь, говорю, не только Шопен, Моцарт тоже, не только Моцарт, но ещё и Брамс, который обладает гигантской лечебной силой, вот это дыхание, стремление. Но Шопен, конечно, наверху здесь, он, он великий лекарь. Алёш, у меня есть предложение. Вот сделаем то, что в музыке называется трёхчастной формой. Это будет интересно. Мы начали с музыки Моцарта, потом с Шопен. Давай вернёмся в трёхчастность и сыграем фрагменты с фа-мажорной части, где любовь, свет невиданный. Моцарта, потом с Шопен. 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 Субтитры создавал DimaTorzok